Субтитры создавал DimaTorzok Есть другой, свидетельствующий о мне. Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. И следуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славу от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете меня. Но если иной придет во имя Свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы упуваете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его Писанием не верите, как поверите моим словам? После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестностях Вриады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Сегодняшнее уставное евангельское чтение раскрывает пред нами сюжет одной из бесед Господа нашего Иисуса Христа с юдиами. Многие из них, несмотря на множество чудес, которые совершил Господь, с недоверием относился к учению Спасителя. А были и такие люди, которые не просто не верили Христу, но и пытались обвинить Его в нарушении закона, чтобы впоследствии осудить. В основном к последним относились так называемые духовные лидеры иудейского народа – книжники и фарисеи, образ жизни которых не соответствовал тому, чему они сами учили, о чем Господь неоднократно отмечал в своей проповедь. Доказывая истины своих слов, Христос говорит, «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина, есть другое, свидетельствуящее мне». Тем самым Господь намекает на свидетельство о себе со стороны святого Иоанна Крестителя, которого сам иудейский народ почитал как праведника и пророка. Но почему Господь пытается доказать истинность своих слов с помощью чего-то внешнего свидетельства? Неужели его собственные слова не являются подлинной истиной? Отвечая на данный вопрос, святитель Иоанн Златуус пишет, «Сказанное Христом вовсе не означает, что в его словах нам стоит сомневаться. Наоборот, такими словами он хочет показать, что не боится того, что его слова подвергнут критике, так как все сказанное им – истина. И эта истина подтверждается и внешними свидетельствами. В то же время Господь отмечает, «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Таким образом, свидетельство Иоанна, как постороннего лица о Христе, уступает главному свидетельству мессианского достоинства Спасителя, свидетельству его дел. Блаженный Феофилак в Болгарске пишет, «Если иудеи настолько противились Христу, что даже считали его слугой сатаны, то неужели сами дела им творимые не должны были их разубедить в этом? Ведь не может противник Бога творить дела, которые свойственны одному лишь Богу». И далее Господь говорит о Себе иудеям прямо, «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Это значит, что все Ветхозаветные Писания имеют одно средоточие — Личность Мессии, Христа, пришествие которого было главной идеей всего Ветхого Завета. Однако сама цель этого пришествия со временем была воспринята иудеями неверно. Христос говорит о том, что исследование Писания должно привести изучающих его к жизни вечной. Только в том случае, если иудеи осознают, что Иисус Христос — Мессия, Сын Божий, а значит, и источник жизни вечной. Если же они этого не поймут, вечная жизнь будет для них закрыта. Именно поэтому Христос и продолжает, «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Святой праведный Иоанн Кронштадтский по поводу этих слов говорит следующее. Иудеи не стремились к вечной блаженной жизни, духовному его пониманию, потому и отвергли Христа. Ведь им нужна была не духовная жизнь, но плотская. А тот, кто хочет жить по плоти, никогда не примет Христа как Спасителя. Иудеи, которые не приняли Христа, будут судимы не им самим. Они будут судимы тем, на кого они уповали всю свою историю и тем, кто для них всегда был образцом, авторитетом. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его Писанием не верите, как поверите Моим словам? Читая Ветхий Завет, иудеи, конечно же, должны были увидеть во Христе исполнение всех пророчеств. Но они настолько ожесточили свои сердца, что даже прямые указания закона на личность Мессии они не пожелали принять. Святитель Кирилл Александрийский замечает, иудеи в общении с Христом неоднократно называли себя учениками Моисея. И за это сам Моисей противостанет им на страшном суде и обвинит их в жестокосердии и в том, что они, видя, не видели и слыша, не слышали. Именно поэтому мы должны стараться внимательно читать Священное Писание, ведь в Нем, как в сокровищнице, заключено все то, что необходимо для нашего спасения. Если мы будем это делать совместно с молитвой и покаянием, Господь обязательно придет к нам и соделает наши сердца и наши души в местилищем Своей благодати. Субтитры создавал DimaTorzok